Что я могу сказать? Всю ночь я читал Е-декларации украинских чиновников, народных депутатов, парламентариев. Всю ночь. И наутро я подумал, подожди, а почему ничего не происходит? Я включил новости, ничего не происходит. Я зашел на страницы этих народных депутатов. А в комментариях там, дякую вам, ну как всегда, как обычно, ничего не происходит. Ничего не случилось наутро. Знаете, в любой стране что-то бы произошло. Ну, такого не бывает. Но вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, обсуждается триллион Мельничука. Тут с этим триллионом, я вообще думаю, ну есть такое подозрение, они вбросили ли это намеренно? Для того, чтобы российские СМИ побежали на все лады кричать об этом триллионе гривен. Украинские СМИ, комментаторы комментируют, всерьез высчитывают, у него 37 миллиардов долларов. Нет, это игра с нулями. Никакого там 37 миллиардов долларов, конечно же, у него нет. Это сделано специально. Эту тряпку бросили для того, чтобы собаки отвлеклись и набросились на эту тряпку. Вбросили эту тряпку, типа шутку по поводу того, что часы Поросюку принес Святой Николаев. Это смешно, и можно посмеяться, можно это обсудить. Вы представляете, как смешно. Это не смешно. Олег Мусий, народный депутат Украины. Мусий Олег Степанович, народный депутат, экс-министр здравоохранения. Так, часы, ну это такое. Вот, на банковских счетах 86 тысяч, наличные 197 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 370 тысяч гривен и еще наличными 1 миллион 800 тысяч гривен. Я намеренно полез в историю для того, чтобы узнать, может быть, какой-то коммерческой деятельностью занимался Олег Мусий. Возможно, у него какие-то фирмы, компании работают. Да он врачом был, вот в чем дело. Врачом, врачом на Майдане. После Майдана перепрыгнул в министерское кресло, сейчас народный депутат. А я не понял, 200 тысяч долларов, это что, так вот просто? Может быть, он до этого нормально как-то зашибал. Вот его декларация за 13-й год, ага, кажется, много, 493 тысячи, но нет, отчуждение 470 тысяч, продал что-то, успешно продал. При этом родственники в среднем в месяц зарабатывают, ну, немного, 3 с чем-то тысячи гривен. 14-й год, так, ну здесь уже получше, 110 тысяч, а родственники все так же бедоси. Уже меньше даже стали зарабатывать. А он зарабатывает 110 тысяч гривен, это у него, это его заработная плата, заработная плата, 110 тысяч гривен в год. И вот 15-й год, у него заработная плата уменьшилась, зато родственника он фартануло на миллион 800. Но этот миллион 800, это отчуждение имущества, этот миллион 800 отображен, он есть этот миллион 800. А откуда взялись 200 тысяч долларов? 200 тысяч долларов, это что, копеечка или что? Этот миллион здесь есть, но 197 тысяч долларов, 370 тысяч гривен, он ниже миллион 800. Это откуда оно взялось? У вас у каждого есть 200 тысяч на счету? 200 тысяч долларов на счету, вот просто отпочковались. Мне еще нравятся сбережения, такие бережливые все. Вот я думаю, что много есть людей, украинцев бережливых, но у них как-то получается сберечь 20 тысяч гривен, а не 200 тысяч долларов. Масичук, Игорь, что у нас здесь? Рожет Дубуи, я даже сначала не понял, что это за часы. Это хорошие часы, вот, ну, не какие-то лоховские, я думаю, за 10 тысяч долларов. Тут Рожет Дубуи, там 15 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, это хорошие часы, классные. Есть вкус, да, можно сказать, можно сказать. Ну и здесь понеслась. Меч китайский, 14-го века. Коллекционер Ягатан Турецкий, 16-й век. Кинжал СС, 20-й век. Кинжал СА, 20-й век. Палаш Британия, 16-й век. Шпаги французские, 16-го века, 6 штук. Сабли украинские, 16-го века, 2 штуки. Кинжал дагестанский, 17-го века. Шпаги испанские, 17-го века. Сабли немецкие, 18-го века. Российские шпаги 18-го века. Картины какие-то. Они резко становятся такими коллекционерами просто. Антикварами настоящими. Сабли 17-го века. Вы представляете стоимость сабель 17-го века? Нет, не представляю. Поинтересуйтесь. Это интересно. Автомобили Mercedes-Benz GL450 повезло прикупить за 7000 долларов. И Lexus LX570 повезло прикупить тоже за 7000 долларов. Тут 6-7000 за 6000 и за 7000. 2008-го года Mercedes мы такой находим за 21000 долларов спустя 2 года. А Lexus, который удалось прикупить за 7000 долларов, мы находим за 39000 долларов. Того же года, такой же. Так бывает, бывает. Адски повезло. Знаете, за 7000 долларов покупаешь машину, которая стоит 40 тысяч долларов. А за 6000 долларов покупаешь машину, которая стоит 22 тысячи долларов. Это мы хорошие цены нашли. Я же не беру потолок. Наличные средства в 145 тысяч евро, 183 тысячи долларов, 780 тысяч украинских гривен. Это наличка. У каждого украинца дома лежит под подушкой по 150 тысяч евро, по 800 тысяч гривен. У каждого я абсолютно уверен в этом. Не у каждого, я шучу, конечно же. У достойных. Вот еще один достойный. Береза Юрий. Народный депутат. Ну и по совместительству, герой АТО. Герой АТО. Вот тут у него были некоторые земельные участки. А вот с 14-го года просто началось. 20 тысяч метров квадратных земельный участок. Квартирка была. В 14-м году, ну это гостиничный номер, это гостиница депутатская. Вот в 14-м году 10 тысяч метров квадратных земельный участок. Еще 20 тысяч метров квадратных в 14-м году. 10 тысяч метров квадратных в 14-м году. В 15-м домик, ну маленький, крошечный, прикупил себе. В 15-м квартирку прикупил себе. Ну, квартирка лишней, знаете, не бывает. У него до этого и были земельные участки. Достаточно много. И думаешь, что это? Что это? Там у него конюшня указана. Конюшня. С автомобилями. Вместо Део Ланоса, который верой и правдой служил ему с 2003-го года, в 14-м он покупает новую, нулячую, Тойоту Лэнд Крузер. И отдает за нее, вот здесь согласно декларации, 1 миллион 600 тысяч. Это что? Это вообще, это что это такое? Это, о чем это? Может он неплохо зарабатывал раньше, но вот его декларация на сайте Верховной Рады, в 13-м году, бедося. Человек бедный, я не побоюсь этого сказать. Здесь просто приз, наверное, скорее всего, это выиграл в Супер Лато. Без приза он зарабатывал копейки. Он копейки, 35 тысяч гривен в год зарабатывал, а члены его семьи вообще ничего не зарабатывали. В 15-м году, что там герой АТО, члены семьи вообще перешли на подножный корм, а у него снизилась зарплатка. Это как это вообще? Это что, в Швейцарии эта декларация размещена? Или в нищей стране с обнищавшим населением? Знаете, я посмотрел декларацию Турчинова. Там наличностью 750 тысяч долларов. И 750 тысяч долларов на счету лежит. Мне стало интересно, подожди, Турчинов, он же бизнесом каким-то занимается? У него какие-то компании, корпорации? Вы что, с ума сошли? Лозовой Андрей. Андрей Лозовой. Пришел он в Верховную Раду в дешевой курточке. Ну и выглядел, соответственно. Давайте посмотрим, что у Андрея. Так, картины, 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 какие-то картины. Все становятся моментально антикварами или же коллекционерами. Так, прижизненный портрет святого Иоанна Кронштадтского. 1893 год. Икона. 16 век. 16 век. Улисс Нардин. Ну, кстати, он тут два раза написал. Улисс. Улисс. Ну, он не знает еще, как пишется, но у него он уже есть. Улисс Нардин это хорошие часы. Я думаю, что у него не лоховские какие-то, а пацанячие. Там 20 тысяч, 30 тысяч. Ну, минимум 15 тысяч. У меня тоже есть Улисс Нардин, но я на него заработал. Откуда взял Андрей Лозовой этот Улисс Нардин? Никто не задается вопросами. С ума реально посходили. Вот еще. По пацанячие это звучит, как перелет. Перелет. Это очень хорошие часы. Эти часы, ну, стартуют там от десятки, да? Но я думаю, что можно найти за 30. Было бы очень интересно, конечно, узнать, что за часы у Андрея Лозового. Ну, интересно только мне. Больше никому не интересно. Это не все. У него еще есть часы. Хорошие часы. У него Джером еще есть. Отличные часы. Хороший выбор. Так. На эти часы у нас стоимость тоже. Можно найти и за десятку какие-то такие. Знаете? Обычные, скажем так. Но до бесконечности цена доходит. У него еще есть часы Зенит. Зенит это тоже швейцарские часы. И это хорошие часы. Реально. Как говорится там, от 7 до бесконечности. Ну, 7 это такие юзанные. А на самом деле, настоящие патриоты должны носить часы уже стартом от 15 где-то. Ну, что, заслужил же. Кроме того, Андрей Лозовой является коллекционером вин. Вот у него 186 бутылок. Скорее всего, в его винном погребе. Стол ручной английской работы, 19 век. Комод голландский, 19 век. Шкаф голландский, 19 век. Кресло рабочее английское, 19 век. Кресло гостевое английское, 19 век. Стол английский, 19 век. Это в его поместье, скажем так. Коллекция икон, 72 иконы. Резко стал коллекционером. Дальше что? Икона святого Николая, 17 век. Коллекция холодного оружия, 19-20 век. Автомобили. Тойота Секвоя, 13 года, но она в аренде. А в аренде она вот у этого вот человека. Он и выглядит как миллионер, в принципе. Этот человек также баллотировался в Верховную Раду. И у него Андрей Лозовой арендует Тойоту Секвоя 13 года. Вы знаете сколько стоит Тойота Секвоя 13 года? В 12 году миллионер выглядел так. И вот этой машиной очень сильно гордился. Что еще у нас есть? А, наличка. 50 тысяч долларов. 150 тысяч евро. 800 тысяч гривен. Перечитайте еще раз эти суммы. Вникните в них. Украинец, пожалуйста, перечитай эту сумму. Потом раздели на свой месячный доход. И ты поймешь вообще, за сколько лет ты смог бы вот это заработать. Может быть Андрей Лозовой раньше это заработал, скажешь ты. Ну да. Он скопил. Вот за 14 год заработал 37 тысяч гривен. А за 15 тысяч гривен. Пикантная ситуация заключается в том, что Андрей Лозовой является секретарем Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, если я не ошибаюсь. Эти люди имеют отношение к правосудию, к правовой политике, к правоохранительным органам. Там есть много-много деклараций, судей. Понимаете, в чем дело? В нормальном государстве эти декларации были бы нормальными. Ну и то. Я не представляю, к примеру, что во Франции приходит кто-то в политику без штанов, а через год, через два вдруг заявляют, что у него только наличными лежат миллионы. Я такого не представляю. Такое невозможно. Но я думаю о другом. Почему тишина? Вроде бы как, ну, все нормально. Страна продолжает жить дальше. Если бы такие декларации были в нормальном государстве, это одно. Но в государстве, где уровень жизни населения постоянно падает, пробивает дно, где это население не может заплатить за квартиру, это просто какое-то глумление, наверное. У меня нет абсолютно никаких негативных чувств ни вот к этим ребятам, ни к другим, чьи декларации я сегодня ночью прочел. Нет. У меня есть жгучие до тошноты отвращения к людям, которые дальше продолжают жить своей скотской рабской жизнью, пропустив вот это вот мимо ушей, мимо своего внимания. Вы этого достойны. В сто раз скажу. Вы этого достойны. Продолжение следует...